добрый день уважаемые дамы и господа вы слушаете радио народная волна на частоте 1590 м на нашем веб-сайте radio nvc . к ну и конечно же на нашем youtube канале наш эфир продолжает программа ефима фиштейна похищение европы здравствуйте эфим добрый день сергей добрый день всем нашим слушателям ну и по традиции начнем с событий которые происходили в европы в европе за последнее время несомненно к этому нас просто обязывает тема этой программы похищения европы прошлые разы то есть в сентябре в октябре я обещал нашим слушателям что чем ближе к концу года тем больше будет остро актуальных событий так и произошло так и произошло и происходит в это время и думаю что количество актуальных событий будет только нарастать они посыпались как из рога изобилия но например еще в прошлый раз я рассказывал о ходе исходе парламентских выборов в германии выбор из в бундестаг германии которая определяет кто будет канцлером то есть формальным лидером страны на следующие на следующую каденцию на следующие четыре года так вот как известно относительно победили потому что абсолютных победителей в нынешнем мире почти не бывает если многопартийная система относительным победить победителем стала социал-демократия германии и и лидеры кандидат в канцлеры офф шольц что интересно чтобы отметить принципиально важное в этом событии коалиция фактически правящая коалиция фактически уже составлена в нее будут входить зеленые и свободные демократы то есть это либеральная либертарианская партия которая обычно не набирает более 10 процентов в данном случае из-за освободившегося пространство направо от центра она довольно неплохо дала неплохой показатель так вот что интересно все говорят комментатор да и у вас наверняка какое замечательное политическое и духовное наследие оставила после себя ангела меркель какой она была замечательный правитель в течение 16 лет я считаю что правителя обычно надо судить по прошествии небольшого времени чтобы успеть понять только ли хорошие результаты показал этот правитель или оставив после себя мины замедленного действия которые начнут разрываться под ногами у его последователей ведь что произошло в германии это важно понять если правление меркель было такое замечательное и фактически она оставила за такой замечательный задел для своей партии которая по инерции называется консервативной в действительности давно стала центристской это партия христианских демократов и христианских социалов в баварии так вот если таким замечательным этот задел как же получилось что они проиграли выборы а их кандидат в канцеля которого кстати на всех митингах поддерживала личным присутствием и теплыми словами ангела меркель проиграл и проиграл довольно неприятно крупных то есть партия показала самый низкий результат за все послевоенную историю свою это ведь была партия в свое время одна адена ура это была партия коля это была партия франц-жозефа штрауса если говорить о аварии так вот произошло удивительное явление но додумать его до конца не осмеливаются комментатор вот в таком мире мы сейчас живем они не осмеливаются сказать вслух что несмотря на это замечательное наследие фантастическое которое практически не с чем сравнить в этой европе несмотря на это партию ангела меркель да буквально загубила тем что она перевела его перевела ее партию с правого конца на в центр политического поля в центр каких-то условных политических координат сделаю партия центристской иначе над партией бы не висели везде транспаранты димитте центр и не не заявляла бы она что что сделала партию центристской фактически это и привело к той к той парадоксальной ситуации что сейчас социал-демократ победивший олаф шольц его зовут я уже назвал это имя что он присягает на верность замечательным идеям ангелы меркель но она же простите консерватор по идее по идее а он присягает ей на верность и говорит что он а не и и и наследник армин лошад который уже отказался собственно от вообще от функции даже в партии так вот не армин лошад а он олаф шольц является верным последователем меркель он даже повторяет ее ее жесты она прославилась своим замечательным жестом таким скособоченным прямоугольником который выглядит скорее как нечто неприличное и вот он делает тот же жест чтобы показать я социал-демократ теперь наследую духовное наследие меркель вот в чем парадокс ситуации в германии и ожидать можно от германии поливение несомненно этого собственно от нее сейчас и ожидают а следовательно и поливение всего евросоюза вот ситуация в германии самое острый самый острый конфликт который сейчас сейчас разыгрывается въезд это конфликт между британией и остальным остальной частью ес в чем заключается конфликт в споре о праве на рыболов между великобритании и заключен какой-то договор он действует до 26 года но как говорят европейцы британцы не выполняют условия договора запрещая рыбную ловлю в своих богатых рыбой водах и в отместку за это европейцы грозятся отключить подачу электричество на британский остров джерси британия уже направил туда военные суда может развитие конфликта как-то незаметно подвести нас той самой красной черте за который начинается горячая война очень острая ситуация там сейчас следующая острая ситуация вокруг польши в польше конституционный суд понимаете это тот суд за который европейский союз бился обвиняя правительство польши в том что она нажимает на этот суд заставляя его менять свою структуру избавляясь от коммунистических судей конституционных старых билось-билось европейский сбился бился за за неприкосновенность этого суда до сегодняшнего или вчерашнего дня когда конституционный суд польши вынес вердикт о том что европейские законы не являются обязательными для исполнения в польше где действует конституция внутренние конституционные законы разумеется самого высокого порядка оказываются более обязательными для польши чем европейские разумеется европа восприняла это в штыки говоря европа я имею ввиду только евросоюз брюссель брюссельская структура которая обвинили польшу в том что она собирается постепенно не мытьем так катанием выйти из евросоюза уже состоялись варшаве мощная демонстрация оппозиции потому что для оппозиции любая тема разумеется пригодна лишь бы можно было поставить вину правительству оппозиция под лозунгами мы хотим остаться в европе провела демонстрации мощные в варшаве в других городах польши не думаю и кстати польское правительство однозначно сказала это что она собирается покидать евросоюз сейчас или в ближайшем обозримом будущем но она настаивает на том что для того есть конституция но подумайте зачем конституция стране которая может просто брать все решения европейских судов часто сюда сюда в гаге или просто инструкции еврокомиссии но она принимает инструкцию там по по кривизне огурцов это классическая так классическая метафора бессмысленности некоторых законов значит это нужно больше принимать и конституционный суд есть совершенно уже тогда не нужен этот конфликт разыгрывается сейчас у нас на глазах очень мощный другой замечательный момент происходит в жизни европы канцлер австрии куртс многие из вас может быть знают его это был самый молодой государственный политик ставший лидером страны фактически себастьян куртс так вот этот человек который сделал австрию свои своего рода лидером всей центральной восточной европы неформальным лидером там потому что восточно-европейские страны имеет свое объединение называется вышеградская четверка но австрия включилась я бы сказал на правах лидера в это объединение поскольку у нее есть весьма критические соображения и оговорки к действиям евросоюза в частности австрия не собирается принимать массы так называемых беженцы сейчас уже все равно никто не знает откуда и и куда они бегут эти беженцы все в общем-то сошлись во мнении что это экономическая эмиграция никакие они не беженцы потому что многих странах в частности скажем северной африке в ливии в алжире в тунисе давно нет никаких войн но тем не менее беженцы так вот канцлер австрий курс проводил совершенно самостоятельную политику не ориентировался на так называемое представление о справедливом распределении беженцев которое предлагал всем всей восточной европе брюссель и действовал по-своему и за это его брюсселе весьма не любили и в результате добились желаемого курс ушел в отставку по обвинениям в коррупции и в некоторых и в некоторых западных средствах массовой информации в американской израильской печати я видел такие иронические рассказки о том что ну вот австрия страна коррупции на самом-то деле нужно же понимать что есть коррупция и что и что не является коррупцией курс ушел в отставку из-за того что был обвинен в том что в свое время начиная с 90-х годов он повторяет самый молодой политик европы фактически да он заказывал опросы общественного мнения так чтобы они выходили в его пользу и рассчитывался якобы по этим заказам из государственной казны в смысле из фондов на вы из выборных фондов своей же партии и и других когда стал уже канцером если понимать под этим словом настоящую полноценную полноформатную коррупцию а вы и мы американцы знаем цену этому слову мы знаем что такое коррупция в размерах миллиардов и миллиардов долларов так вот за это курс был отстранен и в этом смысле брюссель сделал свое дело победил но правда сейчас пока его новый канцлер который встал на его место шаллингер бывший министр иностранных дел австрии он придерживается того же курса что и предыдущие потому что это люди чуть ли не одноклассники они все время идут в политике вместе тем не менее еще одним таким случаем когда можно сказать что бюссель добился своей цели являются только что прошедшие выборы парламентские в чехии где партия хотя и про западная но не вполне укладывающийся в схему политкорректных и правильных партий а партия миллиардера и олигарха андрея бабиша проиграла эти выборы большому набору я бы сказал правильных партий политкорректных это огромный диапазон в диапазоне вот бывшие консервативная сегодня скорее либеральной партии вплоть до партии пиратов партия пиратов относительно новая партия нигде в европе она появилась в швеции свое время нигде в европе не добивалась успехов и только в чехии она добилась сравнительного успеха и будет видимо членом нового правительства новое правительство ориентируется однозначно на брюссель и в этом смысле и в данном случае произошел сдвиг в пользу и в сторону брюссельских аппаратов я бы сказал европейского союза и последнее что я хочу сказать в связи с европой это любопытнейше развитие событий во франции все вы знаете что во франции уже долгие годы годы ведут борьбу центристский президент он не называю имени в данном случае это макрон но ведь но было это и при саркази и предыдущих президентах ведут борьбу президент центристский и про европейский с популистской партии или движением национальное собрание так сейчас называется бывший национальный фронт возглавляет его марин люпин в этом я бы сказал конфликте в этой дуэли всегда оказывался заранее известный победитель потому что эти рамки были выстроены и предложены населению при выборах так чтобы марин люпин возглавляющие популистское движение не могла оказаться победителем просто не могла были так построены эти выборы что она оказывается на втором месте но что же происходит сейчас вдруг представьте себе как черт из табакерки последние буквально недели вырывается вперед новая фигура и эта новая фигура это публицист писатель эрик замур американцам имя ничего не говорит но в европе это известно человек это это буревестник это бунтарь это одиночка который все время как говорится мутит воды евросоюзная политкорректные воды европы со своими тезисами он я бы сказал фактически повторяет зады программные зады марин люпин но делает это с позиции высокого интеллектуала он имеет репутацию крайне предосудительного человека не рукопожатного почти но зато интеллектуала тем не менее это не по это не 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 простачок какой-нибудь это не рабочий завода или из судостроительных верфей нет это человек из парижских салонов так вот эрик замур вдруг вырывается сейчас вперед чтобы представить себя насколько малы отрывы скажу что у макрона сейчас где-то поддержка порядка 20 процентов у марин люпин порядка 15 процентов а у эрик замур у эрика замура поддержка 17 процентов он вышел как бы на второе место и продолжает расти его поддержка вот в чем парадокс а ведь до выборов совсем осталось недолго полгода ровно весной следующего года ровно через полгода состоятся президентские выборы и вдруг вот такая разумеется пытаются с левой стороны выставить каких-то новых кандидатов и бывшие социалисты или просто левая и центристы бывшие фион например бывший премьер-министр тоже вид выдвигает свою кандидатуру но не в этом дело я хочу сказать что обсуждается вопрос о том и загадкой следующих выборов будет то не выйдет ли случайно эрик замур во второй тур тогда он останется один на один с макроном и там вообще неизвестно за кого проголосует вот эта рабочая франция которая голосовала за марин люпин если окажется что его соперником является не марин а эрик эрик замур это потомок алжирских евреев выросший во франции и абсолютно отвергающий идею переполнения франции новыми новыми переселенцами с северной африки и так далее то есть вот такая коллизия довольно недавно еще немыслимая вся европа находится сейчас мощном я бы сказал почти брауновском движении и кипит вода в этом котле если не сбить крышу может и размести котел потому что любой из названных мною конфликтов каких-то вообще-то может перерасти и в серьезное серьезное обострение я ведь не сказал еще о том что по-прежнему по-прежнему сильно сепаратистское движение в каталане по-прежнему и нарастает напряженность между сербией и косово поскольку албанский пример недавно заявил что вопрос воссоединения албании с косово это вопрос времени и не случайно сейчас находящийся в сербии путин играет на этой струне и говорит что сербия не останется без поддержки без помощи россия придет ей на помощь на что это означает что означает помощь в таком остро актуализированном конфликте как конфликт между албанцами и сербами сейчас если учесть еще и что в российском т.у. есть еще и конфликт с украиной это означает только только сигнал того что россия как бы и готова и готовится к войне вот вкратце такая невеселая картина перевозбужденной европы сергей если у вас еще до перерыва есть какие-то если вас заинтересовало что-то в особенности давайте я с удовольствием отвечу то о чем вы рассказываете похоже действительно может перерасти в некую такое горячее противостояние в некоторых местах все удивительно европы все время такая вроде спокойная знаете я обычно когда меня спрашивают подожди но ты говоришь что может быть надвигается война это ведь не гарантия как говорится без гарантии даю подобное пророчество и говорят не ног кто же с кем ведь некому же воевать фактически друг с другом то я обычно отвечаем посмотрите сколько замерзших и размерзающих конфликтов на той же территории европы я уже не говорю сейчас на ближнем востоке одни говорили сейчас а иране там тоже кстати но это уже не европа не похищение европы это вообще похищение мира там не разгорается серьезнейшая и тоже издалека непонятная она базе конфликт и это конфликт почти уже вооруженный парадоксально послушайте внимательно между азербайджаном и ираном иран крайне недоволен тем и утверждает что на территории азербайджана расположил свои военные базы и в частности военно-воздушная базы израиль между израилем и азербайджаном в последнее время наблюдаются очень тесное союзнические отношения так вот иран угрожает азербайджану что начнет бомбить израильские базы на его территории от турция обещает азербайджану что в таком случае придет ему на помощь не оставит его без помощи азербайджан вы представляете себе вот эту страшную коллизию это непонятно кто с кем и кто против кого то есть это понятность и знать историю отношения эти но это же как бы не соответствует всем нашим представлениям мы помыслить себе не могли представить себе не могли такое что можно мусор 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 манская страна азербайджан вступить в военный союз с израилем допустить на своей территории его базы вот такие конфликты и когда это знаешь и бел тебе говорят но кто же с кем вообще будет в нашем мире воевать то то ответ прост все со всеми столько конфликтов наблюдается не только в европе но и вокруг нее что там просто разбираться и не приходится как говорится новые жена в америке знаете что сейчас обострение колоссальное вокруг то его в тайваня с китай не на шутку озабочен воссоединением с тайванем так это называется на идеологически правильном языке китайском и китай совершает все больше и больше военных перелетов нагнетает буквально военное напряжение над и вокруг тайванем они отвечают там легкой бравадой что они постоят за себя и прочее но все же знают можно немножко переходим к цене нам штатам что администрация байдена да никогда и ни за какие коврижки не придет на помощь тайване она будет молиться за тайвань возможно будет плакать возможно но эта администрация не пошевелит пальцем все что она может сделать да предложить какое-то вооружение и а в принципе скажет то ребятки отбивайтесь сами как умеете что крайне плохо потому что тайвань естественно не сможет противостоять долго такой мощи как современный китай для этого было сделано все для того чтобы тайвань остался в одиночке что противостоять он не мог и чтобы американское военное присутствие там было сведено на нет практически после того как ушли американцы из афганистана присутствие было сведено фактически на нет и начинать войну не имея исходных позиций не имея подготовленных баз и линий сообщения и транспортного сообщения после того как прерван прервана линия с афганистаном афганистан ведь является своеобразным центром через которое можно было перебрасывать вооружение войска и на дальний восток сейчас его нет сейчас ниоткуда только с гуама но там нет таких накоплений мощных войск чтобы можно было участвовать в войне с китаем короче а ведь все же вы слышите знаете каждый день газеты об этом кричат что ситуация вокруг тайване становится все более опасно вот такая сейчас как разложились единственного такая история единственный вопрос который у меня возникает но то что мы сдали стратегическую базу в баграме которая была по сути дела единственные базы которая могла хоть как-то держать под контролем китай скажите мне это была глупость или это было такое направленное движение продиктованное какими-то там интересами я имею ввиду со стороны нашей администрации это было действительно просто глупость или это преднамеренная сдача позиций я сейчас не говорю о мотивах и я понял мне меня это в общем то эта тема касается по-своему и лично мой сын живущий в америке являющийся офицером национальной гвардии отслужил год на базе баграм в афганистане потому что национальную гвардии тоже посылали как известно боевые точки так вот ответить на этот вопрос совсем не просто нужно и впасть в конспирологическую ловушку и думать что многое из того что мы видим в политике америке является результатом выверенного расчета как группы каких-то злоумышленников к или или и мне приятнее объяснять это конечно глупостью но слишком много в америке сейчас похоже на глупость и настолько много этой глупости что невольно закрадывается мысль а глупость ли это или это все идет по одному мощному разработанному плану то есть все все якобы глупости сводится к тому чтобы причинить вред стратегическим планам стратегическим возможностям и тактическим возможностям нашей страны что касается мой сын тоже принимал участие как раз провести то что клаус вам назвал своей книге перестройка мира окей давайте сделаем небольшой перерыв буквально несколько минут послушаем рекламное объявление если у кого-то будут вопросы пожалуйста после рекламы звоните задавайте с удовольствием ответим возвращаемся в программу эфима фиштейна похищение европы телефон студии 847 4005 200 если у вас есть вопросы пожалуйста звоните задавайте ну а прежде чем перейдем к серьезным делам к серьезным вещам там у нас это были до сих пор только несерьезно я имею ввиду к говоря про америку мы сейчас будем говорить о что происходит в политике в конгрессе и так далее я не помню какой телеканал показывал брал интервью у нам гонки были и у кончика берут интервью брендан его зовут а трибуны скандирует сергей может быть лучше и повторять что они там скандируют но я одну букву произносить можно даже на американском деле телевидение трибуны скандируют ф байден значит корреспондент который брал интервью выслужите брендан вы спите что трибуна сканирует с гол брендан с гол брендан сейчас на фейсбуке фантастические фотографии самолет и вообще стало уже это стало мемом абсолютно пристала мем мемом и когда и когда трибуны хотят сейчас скандировать они уже не скандируют этого первого выражения просто говорят брендан и каждый понимает что стоит за этим более трагичным трагичным да ну хорошо если возвращаться к серьезным вещам ведь живя в америке все мы вы зависим конечно от того насколько есть или нет возможности у федерального банка у банка федеральных резервов раздавать выдавать деньги другим банкам которые разумеется всегда вынуждены брать деньги в кредит у национального банка у федерального чтобы потом раздавать другим и вот на проблема возникает в том что если конгресс двумя своими палатами не повышает потолок задолженности страны то федеральный резерв не может вообще сужать деньги другим банкам и прекращается работа государственных учреждений всех государственных служащих и и и и всех кто вообще живут из из бюджета все американцы прекрасно понимают о чем я говорю только сейчас буквально пару дней назад удалось в сенате соединенных штатов при тех соглашений о том что о том что в следующий раз потолок этот будет обсуждаться они говорю будет повышен будет обсуждаться в начале декабря 3 декабря этого года но в чем здесь серьезнейшая заковыка которые не понимают сами американцы я уверен что не понимают те кто с удовольствием и говорят ну вот вот в декабре там их и мы их и прижучим потому что республиканцы отказываются повышать потолок отдельно нужно сказать что потолок невиданный потолок невиданный потому что если до сих пор было 28 по говоря по европейских биллионов а по американских триллионов долларов этот потолок то сейчас его повышают где-то до 32 примерно так не судите меня за то что я не ставлю здесь запятых и не говорю о десятичных цифрах так вот этот потолок должен быть снова повышен вы знаете американцы знают что не доли как в марте этого года впервые американская экономика достигла уровня задолженности в 101 процент волового внутреннего волового продукта в это то есть она уже вышла на вторую сотню и уже сейчас для того чтобы обслуживать этот долг эту задолженность денег практически нет если не будет повышен этот потолок то америка объявляет то что по-русски называется дефолтом а в европе обычно называют банкротством это банкротство страны но в чем же здесь коварство коварство здесь в том что когда республиканские сенаторы которые сейчас кочев рыжатся бьют себя в груди говорят что да мы не повысим когда подойдет это 3 декабря вы вдумайтесь в коварность этого хода они отодвинули решение на 3 декабря но ведь 3 декабря все американцы живут в предвкушении предчувствии рождества главного праздника года семейного праздника который отмечается обычно в семьях и если 3 на 3 декабря пойдет скажем а там нужно будет еще недельку где-то обсуждать наверняка если в середине к середине декабря вдруг окажется что денег нет и не предвидится то это вызовет колоссальнейшее негодование и бог знает не есть ли вот в этом коварный замысел негодование обратиться против тех но кто препятствует повышению потолка то не дает разбрасывать эти деньги дальше вот в чем коварство когда макконнелл человек исключительно нетранспарентный непрозрачный непонятный прочитать его невозможно сегодня он говорит одно завтра поступает по-другому вот когда подойдет 3 декабря помяните не поминайте меня лихом вот вы увидите что он скажет как вы хотите чтобы я заблокировал раздачу денег вот сейчас прямо перед рождеством когда они вам нужны нужнее чем когда бы то ни было я уверен что это подействует что много американцев скажет да нет ну конечно не надо они подождем до следующего года об этом вся коварная тактика понимаете подождем подождем но ведь деньги же не появляются и же нет они не как листья надея на дереве растут это же должно быть чему-то эквивалентно американская экономика давно оторвалась от любой действительности от любой реальности она никак она уже давно не эквивалентно ничему и речь и сейчас идет о суммах невиданных но бросим туда еще пять триллионов по-американски по европейски биллиона вот чтобы представить себе что это за деньги это 1000 миллиардов в каждом в каждом биллионе ну одним словом это тактика которую я воспринимаю как крайне коварную не случайно самая решительная республиканцы говорили не не будем поддаваться не будем откладывать это на декабрь хотя может быть в голове у них не было осознание того что декабрь самый плохой месяц с этой точки зрения потому что рождество на дворе вот но но еще и разумеется идут губернаторские выборы и в каждом случае все от это кстати и будущее америки уже сейчас в любом случае придется видеть в каждых следующих выборах решительную решительный бой вот и сейчас не случайно обама выезжает держению бороться за своего демократического кандидата в губернатор не случайно разумеется делается все для того чтобы можно было сказать вот вы видите вы говорите что популярность байдена падает а у нас прошел губернатор наш вот в чем эта тактика но что касается популярности байдена ты вообще запредельно низкой на низкий рейтинг а вы посмотрите там есть все еще вверх достаточно посмотреть страничку она агрегатная агрегатная информационная страница real clear politics real clear politics там дается даются сводные цифры и что любопытно некоторые один агентство типа расмуссона или трафальгар это республиканское агентство они дают уже меньше 40 процентов байдена у него популярность там 38 от силы а другие настойчиво и вот мы вспомнил о том что канцлер австрии курдс якобы заказывал в свою пользу какие-то но ведь в америке это же делается как говорится при свете дня тут ничего не нужно покупать тут существует агентство и не даю дают абсурдное есть агентство я сейчас может быть не вспомню это сегодня в сегодняшнем вот в этом real clear politics на страничке скажем это рейтерс но иногда это бывает рейтерс и псос агентство которые дают байдену до сих пор пятьдесят два процента и плюс то есть больше на два процента чем отрицательных оценок но вы представляете себе вот такой раз да одни агентства дают 16 процентов минус байдену то есть на 16 процентов его поддержка меньше чем те кто его и фильм давайте давайте попробуем принять звонок с удовольствием с удовольствием добрый день пожалуйста в эфире не согласитесь ли вы с утверждением что сегодня говорить о рейтингах как-то немного наивно ведь последние два года мы все более отчетливо видели отчуждение зависимости власти от общества по моему настроение людей здесь уже не играют совершенно никакой роли спасибо большое вынужден на сто процентов согласиться с вами просто на сто процентов потому что разумеется рейтинговое агентство стали просто очередным инструментом оболванивания это не то что они вам этот мир приближают своей информации нет каждая из этих рейтинговых агентств проводит свою собственную политику оболванивания в зависимости от своих работодателей заказчиков и так далее от своих симпатий возможно это удивительное явление мы в последнем видели подобные накладки когда мы видели своими глазами скажем митинги президента трампа и видели своими глазами митинги президента нынешнего байдена куда приходило там 50 человек да еще в пяти сидели в 50 машинах или там 20 машинах просто сидели не выходя так вот и мы видели после этого новости cnn где говорили что проект пришло пару десятков на митинг трампа зато сотни и сотни наблюдали найти формулировку формулировку но если они скажут наблюдали но разве вы будете возражать да можно я не дома сидели и наблюдали кто их знает все дело в формулировке меня бесят эти современные формулировки которые ни о чем не говорят ну например на типа в америке заговорили об импичменте кто заговорил да вот там тетя маня тоже заговорила но в америке они говорят кто не говорят в каком количестве как насколько авторитетны эти люди которые заговорили вот так это делается и рейтингами нисколько не верю рейтинги даже не дают приблизительного иначе хотя бы была какая-то было бы какая-то корреляция а когда повторяю один рейтинг сегодняшний дает байдену 52 процента поддержки а другой 38 и пишет что это там 14 процентов минусу байден или 16 даже только не ну как ведь такого расхождения ведь не бывает это не статистическая ошибка там в три процента это просто злой умысел такой рейтингом не удивительно даже 38 если бы это было правдой было бы слишком много потому что но куда ни кинь всюду клин то есть внешняя политика провал в афганистане утраты позиции полностью позор настоящий значит внутренняя политика инфляция дичайшая который наверно современное поколение никогда в глаза не видела не встречала на границе происходит нечто невообразимое мало того что уже по моему полтора миллиона перешли границу а так сейчас еще и отдали границу под контроль наркокартеля то есть буквально на днях они из пулеметов обстреляли нашу сторону причем я видел видел где они там на бронемашинах в форме в такой в военизированных нормальной с оружием просто не не ака 47 а там всевозможное оружие и при этом царица границ камала харрис вместо того чтобы поехать на встречу на по вопросам безопасности границ мексику поехала по моему в ниджерси играть в бинго вот вот такие люди вот такое правительство и кстати сказать я я их не виню потому что до того как их избрали ни для кого не было секретом что она абсолютно пустое место что она абсолютно не популярна даже в своей собственной партии не говоря уже о байдене о котором точно предупреждали всех что человек ну во первых уже так сказать в силу возраста страдает все проблемы у него психологического психического характера во вторых один из наиболее коррумпированных людей и тем не менее за него пошли голосовали то есть люди голосовали исходя из того что они очень ненавидят президента трампа это включает и демократов и так называемых республиканцев которые ненавидят трампа ну а то что мы сейчас получили это вас устраивает ну несомненно но для этого ведь поймите сергей это психологическая модель отыграна тысячу раз она всегда одна и та же довольно много писать об этом для этого существует схемы отработаны очень отработаны на первом на первом этапе первые три-четыре года и как говорят первую пятилетку можно будет валить на трампа все это разумеется он как сейчас свалили афганистан это же он начал переговоры с талибаном ну и что да а переговоры начинались между прочим когда-то и с гитлером и с любым начинались какие-то переговоры с кем-то причем здесь это он результат переговора был совсем другой чем нынешний но вы прочитаете американскую же пресса он скажет но ведь трамп начал переговор байден только закончил дело и не мог не мог своего предшественника унизить тем что он не будет выполнять действительно смешно и фильм на фоне на фоне того что происходит во внутренней политике и внешней политике все эти проститутки говорящие в теле с телеэкрана вчера на всех каналах они 24 часа толдычили о трампе блин тут земля под ногами горит жуть происходит они про трампа гонят и гонят сены на msnbc все эти проститутки они про трампа в 24 часа говорили разумеется я с я слушал не выступление трампа и высказывание а косты на сене а коста на сене заявил что это было демонстрации чистого зла он так лежать и цепь юр его это чистое зло в чистом виде хотя я слушал это выступление и зла особенно не обнаружил но неважно америка ведь разделена как никогда первая пятилетка в этом во всем виноват трамп 2 пятилетка объективные трудности начинаются на пути у замечательных достижений всегда бывают объективные трудности это все отработано понимали это нам известно еще с нашей из прошлой жизни мы столкнулись в связи с тем что внешние враги мешают нам жить мы сталкиваемся с проблемами здесь внутренние враги мешают жить а мы сталкиваемся с проблемой но в будущем нас ждет светлейшее будущее вот абсолютно то же самое нас нас ждет то что замечательный философ писатель зиновьев назвал зияющими высотами нас ждут зияющие высоты а внутренние враги у нас кто ну во первых те кто не привился те кто не укололся родители а во вторых да ага ищи слова мама мама не говорите очень такая массовая террористическая организация это родители которые задают вопросы школьным советом по поводу того чему учат их детей и это 100 их уже по просьбе ассоциации школьных советов их должны причислить к разряду внутренних террористов и мэри гарланд отреагировал на это письмо и он уже выпустил меморандум с тем чтобы на местах там офисы фбр и другие силовые структуры пригляделись и так сказать приняли участие а потом выясняется что оказывается мама дорогая так ведь взять мэрика гарланда создал или сего компании которая продает эту макулатуру школам это антиамериканскую макулатуру школа и он конечно в родители которые выступают против этого мешают его бизнесу оказывается чистый непорочный мэри гарланд печется о бизнесе своего зятя никак не о детях не а гражданах этих страны какое паскудство вы знаете это вообще-то сергей было наверняка всегда но никогда это не было настолько очевидным при полном пренебрежение этих людей именно это очевидно всем совершенно плевать понимаете вы это или нет они не собираются вас вводить в заблуждение они открыто признаются да мы будем вести себя по-бандитски а вы никто вы жертвы наши вот и все и смиритесь с этим и никогда иначе не будет разумеется разумеется так как на южной границе повторяю сказал аль-шарптон он сказал не надеетесь на выборы друзья да вы что это всерьез надолго это почти повторил ленинскую фразу не вы были это всегда не смогут выборы кстати ближайшие лишь через год это вообще очень долго так что они всегда смогут пересилить да или запугать кого-то запугать кого-то посадить ефим огромное спасибо огромное спасибо за программу и до встречи в следующем через две недели и дай бог чтобы новости были повеселее будем будем надеяться